И в этом смысле я желаю вам всяческих успехов. Благодарю вас за внимание. Все. Слушайте, ну какой неловкий момент. Вот эта вот тишина. А ведь по выражению лица Вовы понятно. Он же ожидал, ну мягко говоря, чего-то другого. Ну хотя бы так. Ну вот оказывается проблемка, когда ты выступаешь не перед прикормленной массовкой своих же безвольных чиновничков, а, например, перед иностранными послами. То может быть вот такое гробовое молчание. Давайте еще раз насладимся моментом этого триумфа тишины. Нам не удастся с вами поговорить лично, но в ходе вашей работы уверен, такая возможность еще неоднократно представится. Всего вам самого доброго. Благодарю вас. Все хорошо. All the best. All the best. See you soon. Thank you very much. Don't miss it. Don't touch. Ох и император. Ох и величие. Это, знаете, тот самый случай, когда я и сам бы хотел сделать как-то так. Кхм-кхм. 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 Как от альфа-самца геополитических угроз. Надеюсь, что я буду услышать. Путин, по сути, скатился до человека, которому, я не знаю, ну разве что постовые в Кремле еще вот в лицо открыто не плюют. И Александр Преподобный. Вот это сейчас и обсудим. Смотрите, вот сама по себе вот эта встреча Путина с послами в Кремле штука вот абсолютно тривиальная. Конечно же, до этого года. Ее смысл в том, чтобы 17 нововызванных послов передали Володе так называемые верительные грамоты. Казалось бы, теперь у Оли Скобеевой наконец-то будет мясо на ужин. 17 послов. Да никакой наш Вова не изгой. Однако эта попытка как-то продать Путина как нетоксичного старика провалилась. На этом, на этом, к сожалению, церемония у нас заканчивается. Это та самая ситуация, когда стендап-комик шутит, а никому в зале не смешно и аплодисментов нет. Короче говоря, провал, в результате которого плешивый комедиант суетливо оправдывается. К сожалению, церемония у нас заканчивается, потому что санитарные ограничения до сих пор действуют. А давайте-ка вспомним, как вот так злобно, щурясь, вот это вот нечто суетливое объявляло войну Украине. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. А вот так спустя ровно год прячется под уничижительными взглядами послов в собственном дворце. Ну, короче говоря, опять всех переиграл. Нам не удастся с вами поговорить лично, но в ходе вашей работы, уверен, такая возможность еще неоднократно представится. Всего вам самого доброго. Слушайте, ну вот как тут не вспомнить, что начинал-то Путин вообще с других высот. Вот, его приобнимает Джордж Буш, Ангела Меркель, Жак Ширак, Тони Блэр. А теперь напуганный Путин даже послов заставил всех стоять вот где-то там, на периферии. Опять вот эти его такие 7-метровые столы, санитарная зона. И это при том, что еще пару недель назад этот боязливый товарищ сжал руки подставным актерам в Мариуполе. Вообще без какой-либо карантинной зоны. Путин страшно напуган за свою жизнь, это видно. Но уж точно не за жизнь своих двойников. Живете или так? Да, мы живем в квартире. Вот у меня второй этаж, у них первый этаж. Нравится? Да, как же так. Вот все сейчас обижают этого сильного лидера. И встраиваемый десятилетиями образ мачо, выстребителей и вот этого охотника на щуку почти голыми руками. Ну, короче, любимца пенсионерок просто расставил как сон. На саммите Большой Семерки, откуда Россию выгнали 8 лет назад за оккупацию Крыма и дестабилизацию ситуации на Донбассе, британский премьер-министр Борис Джонсон в шутку предложил коллегам раздеться для общей фотографии. Так он вспомнил несуразное позирование Путина, наконец, голым торсом. Володя, просыпайся, у тебя все штаны в спецоперации. Все, кто знает Путина лично, отмечают, он очень не любит публичных унижений. Поэтому последний год для маленького бункерного нарцисса – это год провалов. Просто провалов абсолютно разного масштаба. Он доставляет ему самое неприятное чувство. Чувство, которое исторически присуще нашему народу, оно потрясает своим достоинством. И, знаете, нельзя сказать, что кто-то очень прям хочет специально его унизить. Это совершенно не так. Просто все наконец-то поняли цену словам Путина. И каждая вроде бы его серьезная фраза теперь выглядит каким-то таким изысканным самоуничижением. Важным партнером России в Центральной Америке является Гондурас. Будем и далее развивать с этой страной политический диалог. То есть человек, который еще год назад вот на полном серьезе считал себя одним из, если вообще не самым влиятельным человеком на планете, теперь налаживает торговые отношения с Гондурасом, ну при всем уважении Гондурасу, конечно. Получается, нефть в обмен на бананы. Поздравляю. Слушайте, ну а как тут не вспомнить поездку Путина в Самарканд на этот саммит шанхайской организации сотрудничества. Посмотрите, это очень показательное видео, давайте вспомним. Встречали вот абсолютно каждого лидера, но только Вова в гордом одиночестве протопал к автомобилю сам. Ой, господи, как он топорно тогда, помните, топтался в ожидании президента Киргизии и Турции, а потом вот так сиротливо сидел на диванчике. Историй о Путине изгое десятки, и почти все они за последний год. Тут и к гадалке не ходи. Причина в том, что когда ты пыжишься всех наказать, но не можешь, ты смешон. И смешон настолько, что мир даже не чурается обсуждать диагнозы об ушибе твоего копчика или же его мягкой тканей. У Владимира Путина случился неловкий инцидент, в результате которого пострадала его пятая точка. Спускаясь по лестнице, Путин, оступившись, упал на пятую точку, после чего, завалившись на бок, сполз на пару ступенек ниже. Инцидент произошел на глазах у сотрудников личной охраны президента, которые, быстро среагировав, поспешили к Путину на помощь. Раз уж такая заваруха, давайте еще пример вспомним, когда во время международных визитов, тогда у Путина действительно еще были международные визиты, за Путиным ездили специально отобранные люди, которые собирали его результаты спецоперации, специальный чемоданчик. Слушайте, да, что там Запад? Когда даже усатый вассал не то, что не дает свои войска для войны с Украиной, а так еще и тебя подкалывает. Вот на меня произвело большое впечатление, как человека, наблюдающего за ним уже сколько там, больше, почти четверть века, он впервые появился на публике пьяненьким. Увидев падающую звезду, Вова не успел загадать желание полностью. И теперь он все время очень хочет, но не может. Давайте вспомним, как в Советском Союзе сажали в лагеря за антисоветские анекдоты, ведь смеяться над властью было категорически запрещено. Коммунисты прекрасно знали, если ржут, значит не боятся. Вот и Путина уже не боятся, а смеются. Да, он делает нам недоспанные ночи и до сих пор пробует уничтожить Украину. Это факт. Пыжится, угрожает. Однако, я уверен, дальше этого у больного на голову старика, с ботоксом в его потешных щечках, все.